Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и вынужден вам сообщить, что, к сожалению, наша прекрасная голубая планета Земля подверглась уничтожению, но в этот момент я находился на Луне, поэтому остался живым, и в том числе последним человеком во всей вселенной. На Луне-то я и буду выживать в игре под названием Away From Earth Moon. Что ж, давайте начинать новую игру, режим survival, и посмотрим, что же мне приготовил наш прекрасный суток каждую ночь. Отлично, с туториалом, думаю, разобраться нам не нужно, и... Окей, вот так вот выглядит Луна. У нас есть источник кислорода, и он кислородом обеспечивает вполне себе, хоть и неплохую, но довольно маленькую территорию, и нужно будет эту территорию расширять. Давайте посмотрим, что я могу крафтить. Угу, тут есть различные приспособления. Есть солнечные батареи, колонии, это дома, в которых я буду жить, источники кислорода, генераторы, генераторы воды, даже космический корабль можно построить, но об этом пока говорить рано. Давайте возьмем наш лут-ган и пойдем пособираем ресурсы. Так, что мне нужно для создания первой колонии? Ага, 30 белого, я не знаю, что это такое, и 5 желтого. Хорошо. Ну, собирать я буду, разумеется, все подряд. Между прочим, по графике игра напоминает очень красный реактор, не находите, да? Она напоминает, мне уж точно, не хватает только красного реактора, но эта штука тоже красная и похожа на реактор. Но это всего лишь генератор кислорода. Так, а где белые штуковины? Как выглядят белые штуковины? У меня их 12, но... Ааа, это штуковины серые, на самом деле они белые. Вот что, ну это все меняет, так-то будет проще. Ого, у меня еще электричество заканчивается. А от чего это зависит? Когда я двигаюсь, энергия также у меня заканчивается, причем быстрее, чем кислород, вода или пища. Поэтому я предлагаю вернуться как можно скорее в зону кислородную. Иначе будет беда. Нет, 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 а я серьезно, а что делать с энергией? Она же, она же не может вечно работать, вырабатываться и... А если, когда закончится энергия и кислород перестанет вырабатываться, что же тогда? Что это были за странные тени? Так, может быть мне нужно в первую очередь построить... Ага, солнечную батарею, но требуется очень много ресурсов. Я не знаю, где столько взять. Поэтому начнем со строительства первой колонии. Все для этого у меня уже имеется. А, энергия здесь восстанавливается, здорово. Очень-очень сомнительно выглядит капсула. В ней-то я и должен жить. А как зайти внутрь? Эй, я хочу... Не хватает электричества, не хватает воды. А это, видимо, два... Два входа, по которым мы и должны подвезти сюда электричество и воду. Также я могу открыть, но... Можно пригласить... Так, стоп, я же последний человек на... На всю вселенную. Какие нахер инвайт-хюмансы? Где я возьму инвайт-хюмансов? Ладно, не знаю. Пойду собирать просто ресурсы. Слишком много вопросов. О, у меня есть еще и дестрой-ган. Но... А что и дестроить? Свои-то здания по-любому дестроить смысла нет. А, ну если не хватит вдруг места, да? В зоне кислорода можно будет что-то уничтожить. Ладно, я понял. Сейчас моя основная задача это добыть кислород и электроэнергию. И воду. И воду, и воду, и воду. Хотя зачем мне кислород, если кислород у меня уже есть? Опачки. А это же пушка! Вы уже догадались, откуда эта пушка? Это же грави-пушка из Half-Life. Серьезно, она выглядит точно так же. Чувак явно играл Half-Life. Так, энергия заканчивается. Пора, пора возвращаться в мою территорию. А что сделать для того, чтобы энергия у меня так быстро не расходовалась? И что будет, если она израсходуется? Даже не хочу думать. Даже не хочу представлять. Все, я в зоне. А энергия восстанавливается? Я могу прыгать высоко. Да, энергия восстанавливается тут. Хорошо. Электричество. Требуется 10 синих, 70 желтых и белых мне уже хватает. Окей. Значит, синие и желтые. В первую очередь нужно сейчас собирать. Вроде бы здесь их довольно много. И желтые есть, и синие. Но, опять же, и белые можно будет пособирать. Нахожусь я, очевидно, в каком-то кратере. Очень глубоком. Лучше бы я был где-то на более ровной... Хотя это и так ровная поверхность. Но это же все равно кратер. Ну, видно же, что кратер. И тут маленькие кратеры. Лучше бы я находился где-нибудь в горах. Это было бы приятнее. Можно было бы насладиться пейзажами лунными. Так. Что-то потемнело, что ли? Луна крутится. Но звезды стоят на месте. Значит, луна не крутится. А, нихрена себе. Энергия восстанавливается, когда я стою на месте. Офигеть. То есть, если я использую shift, энергия расходуется. Если я просто хожу, энергия расходуется. Но когда стою на месте, она восполняется. Может, дело в том, что на моем костюме множество маленьких солнечных батарей. Они-то и обеспечивают меня необходимым электричеством. Это похоже на правду. Так, с чего там, что там, что там? Вроде бы всего хватает. Но давайте насобираем ресурсов еще и на кабели и на источник воды. Офигеть. Надо много ресурсов. А если все ресурсы здесь закончатся, как быть? Еще один кратер. Ну, тут их реально ограниченное количество. Вот тут я уже все практически пособирал. Придется еще и здесь побегать. А вот давайте думать. Давайте думать логически. Что такое желтое и что такое голубое? Желтое это, наверное, золото. Есть на луне золото или нет? Да, скорее всего, есть на луне золото. Окей. Белое, это похоже на камни. Ну, а вот это вот синее, бирюзовое, похоже на частички воды. Так, там много ресурсов. Нужно туда побежать. Не знаю, почему я бегаю здесь, где их мало. На частички воды. Следовательно, я собираю воду, ну или лед, золото и камни. Логики в этом сколько? Вообще нету. Ее просто нету в этом. Ну, никакой. Что это за компоненты? Что это за ископаемые? Одному только создателю известно. Ладно, от греха подальше. Решил остановиться, постоять и подождать, пока звезды размажутся. Подождать, на самом деле, пока энергия закончится. И с пищей. Надо бы что-то решать еще и с пищей. Все, это здорово, но пища. Я знаю, как добыть воду, я знаю, как добыть электричество, но как добыть пищу, пока непонятно. И нужно будет заинвайтить людей. Может быть, люди, которые родятся в пробирках, что я привез с собой... Че оно все дергается? Офигеть. Что я привез с собой с земли? Люди эти будут работать, добывать также ресурсы. И все будет здорово. А ресурсы случайно не спавнятся, пока я бегаю? Непонятно. Вроде бы появляются. Тут я все собрал или наоборот не собрал. Они просто исчезли. Маловато. Все еще маловато. Очень мало синеньких, синеньких, синеньких. Как будто бы баклажаны какие-то собираю. Никогда не понимал, почему баклажаны называют синенькими. Они фиолетовенькими. Они же фиолетовые. Хотя, кто еще называет баклажаны синенькими? Это бабули раньше любили называть. О, дайте мне немного синеньких на рынке. Полкило синеньких. Звучит странно. Очень странно. Давайте яблоки называть зелененькими или красненькими. А бананы желтенькими. Дайте мне желтеньких. Ха-ха-ха. Это было бы жестко. Так, у меня пушка не изменила цвет, нет? Она всегда была зеленой. Ха-ха, зелененькая. Так, еще немного камней тут и там. И, и, давай же берись. Давай, 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 давай. Ну и придется подсчитать. Угу. 80, значит, окей. Желтого хватает, синего хватает. Всего хватает, друзья. Можно возвращаться на базу и... Ой-ой-ой, у меня же кислород заканчивается. Достаточно набегался. Возвращаемся на базу. Строим источник кислорода, источник воды. Попытаемся все это дело соединить кабелями. И тогда наша колония заработает. Там мы в пробирках будем рожать новых людей. И в итоге заселим всю луну. Но сможем ли мы тут выращивать какие-нибудь агрокультуры? Например, желтенькие, синенькие, красненькие и прочее. Было бы здорово. Но синенькое поле мы уже научились выращивать. Неплохо. Прогресс. В каком бы то ни было виде, но все-таки прогресс. Прогресс. Так, с чего начнем? Давайте с источника воды. Все для этого есть. Охренеть. А как ее поставить так, чтобы все было удобно и отлично запитано? Ну, я не знаю. Ну, давайте. Я не знаю, чтобы осталось место. Я не думал, что это будет настолько большая херовина. А, ее можно поставить и снаружи. Так что места у нас, в общем-то, много. Так, что нужно? Это что такое? Что это такое? Это что такое? Эту хрень тоже нужно запитывать электроэнергией? Хм. Ладно. Давайте попробуем создать солнечную батарею. Охренеть, какая она большая. Ставлю я ее, пожалуй, здесь. Где вход, где выход? По-моему... По-моему, вот выход. Такс, отлично. А, это показывает то, что нету кабеля. Вероятно, дело в этом. Солнечная батарея должна заработать. Давайте проведем электричество к нашему генератору воды. Попробуем, по крайней мере, разделать. Такс, как это ставится? Ну вот. Наверное, так, да? Что это такое? Это солнце! Блин, я ж запарюсь-то кабель проводить. А как его всандаливать? А, да, смотрите-ка, работает! Но, блин, каждый раз выбирать это будет не суперудобно, честно сказать. А можно как-то тройничок сделать, а? Ладно, поставим. Сначала вода. И отсюда начнем проводить. Получается все очень странно. Нужно будет много ресурсов. Действительно. Такс. Давай. Давай-давай, ставься, хорошо. Сейчас вот-вот соединим. Почему каждый раз приходится по одной делать? Если бы можно было сразу пачку создать, это было бы... Оно не соединилось! Ааа, мне нужен дострой-ган. Блин. Поторопился и не соединил, действительно. Вот сейчас соединил. Далее я поведу, пожалуй, вот сюда. Такс. Чтобы оставить просто-напросто больше места. Песок есть, золото тоже есть. Но за золотом, чувствую, скоро придется пробежаться. Такс. Получится ли соединить, а? Да? По идее должно получиться... Не хватит немного расстояния, придется ставить два кабеля. Давай. Ну чё? Да чё, как же соединить-то это? Я-я ж соединил, алло. А как подсчитать расстояние, чтобы все было грамотно? Ёлки-палки, это ж... Задача-то не из простых. Ха-ха, задача не из простых. Такс, мне нужен дострой-ган мой. Дострой. Как-как это сделать? Блин. Вот кабель, вот я его ставлю. И-и-и-и оно не... Ну, оно не соединилось. Блин. Да ну, ну. Не прикалывайтесь надо мной. Убирайся. Такс, окей. А если сделать так, такс? И вот сейчас, по идее, должно заработать. Еееее, заработало, но тут нету соединения теперь. Так, здесь соединение прошло нормально. У меня сейчас вода закончится. Вода закончится! Такс, 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 такс. Дестрой ган. Срочно, срочно, срочно. Убрали. Да вот же. Нет, не подходит. Смотрите-ка, не подходит. Почему? Раньше же всё было нормально. Давай так. Блин, косяк. Ну, идеально же всё получалось. Ну, идеально же всё было. В чём проблема-то? Немного ещё дальше правее нужно, что ли, сделать эту штуку. Ну, давайте попробуем. Не показывает соединение. Или так далеко просто нельзя вести электроэнергию? Я не знаю. Попробуем сейчас запитать вот этот квадрат. Может быть, получится хотя бы здесь получить доступ к электроэнергии. Хотя бы дом у меня появится. Уже неплохо. Нет соединения. В смысле нет соединения? Или из-за того, что просто тень? Не получаю я электроэнергию? Я не знаю. Ну-ка. А, всё, я понял. Всё нормально. Здесь всё нормально. Такс. И. Йос. Но тут нету соединения почему-то. Что-то я чего-то не понимаю. Здесь же всё было замечательно. Всё шло по плану. В какой момент всё пошло не по плану? Давайте переделывать. Тут мы убираем. Убираем, 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 убираем. Ресурсы назад я, разумеется, получаю. Радует. Хорошо. Ещё одно соединение тут. Получилось. Вон же. Всё нормально. Можно прям вот напрямую сюда поставить. Смотрите-ка. Раз. И тут соединим. И всё должно заработать. Не дай бог не заработает. Ессс. Мы получили доступ к воде. Как теперь выпить воду отсюда? Ага. Мне нужно провести кабель. Ой-ой-ой. Ещё и водяной. Окей. Это будет сложнее, думаю. Хорошо. Поехали. Если мы справимся с водяным кабелем, то шансы на выживание появятся. Плевать пока на электричество, подведённое к дому. Но дом не будет работать, да? Без электричества. Чё-нибудь по-быстрому можно будет придумать. Но мне нужно ещё золото. Мне срочно нужно ещё золото. Оно, слава богу, наспаунилось. И довольно в большом количестве. В довольно большом количестве. Такс. Золото. Золото, 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 золото. Страшно. У меня буквально пару капель водички. И всё. И всё, и всё, и всё. Или для каждого объекта нужна своя солнечная батарея. Если это действительно так. Золота уже дофига. То это, блин, безумие. Я не смогу всё обеспечить. Грамотно. И вовремя. Такс. Попробуем. Давай не подведи. Не подведи, пожалуйста. Не подведи меня. Не подведи. Да я знаю, что воды нету. Зачем мне показывать ещё и иконки? Мне и так всё плохо. Здесь вон ситуация выходит из-под контроля. Опять оно всё криво получается. Как-то. 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 Как-то криво. Пу. Так криво нельзя ставить. А как тогда трубы эти соединить-то вообще? Чтоб всё было ровненько. Друзья, я не знаю, как соединить трубы. Это издевательство. Соединил. Здесь соединил. Может быть, получится и здесь организовать соединение. Это мой последний шанс на выживание. От этого зависит моя судьба. Давай. Труба. Если ты вставишься сюда, я буду счастлив. Она стоит. У нас есть вода, но здесь какие-то проблемы. Здесь соединение отсутствует. Да? Здесь соединение отсутствует. А! Всё. Вода есть. Вода пошла. Но у меня какие-то проблемы. Я умираю? Я умираю. Дайте мне воды. Где взять воду? Дайте мне воды. Я хочу выпить воду. Всю воду. Налейте мне немножко воды. Она же где-то здесь. Или без электроэнергии никак? Блин. 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 Она всё криво. Пробуем. 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 По-быстрому всё сделать. Шансы ещё есть. Шансы ещё есть. Шансы ещё есть. Шансы ещё есть. Но как их? Как их сделать? Как сделать, чтобы все было хорошо? Убирайся. Убирайся. Аааа, друзья, я умер. Ха-ха, я умер. Ну ладно, я, по крайней мере, хоть немного понял, как работают эти гребаные трубы. Если наловчиться, можно их соединять нормально. Пока на этом все. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи. Пока. Черт.